Сегодня объявлены первые итоги конкурса среди журналистов и средств массовой информации «Хрустальный барс-2017». Главную награду конкурса оргкомитет присудил телекомпании РТС. Диплом обладателя Гран-при и статуэтку «Хрустального барса» из рук председателя Верховного Совета Хакассии Владимира Штыгашева получил директор телекомпании Дмитрий Дроничкин. Я не знаю, когда в обиходе современных журналистов появилось понятие официоз. И это слово носит такой негативный оттенок. Наш канал старается всеми силами развенчать это понятие и показать, что довольно серьезные мероприятия могут быть интересными для обычного зрителя. С этих позиций мы и показывали работу Верховного Совета. И, наверное, вот эта награда – аванс на будущее, чтобы мы еще плодоборнее, активнее и чаще рассказывали о деятельности нашего главного законодательного органа Республики. Впервые творческое состязание на лучшее освещение деятельности Верховного Совета Республики состоялось в 2003 году. Гран-при конкурса вручается за достижения в продвижении идей развития парламентаризма в Хакассии и популяризации результатов работы народных избранников. Жюри отметило полное сотрудничество журналистов РТС и Верховного Совета, взаимодействие с депутатами. Это цикл информационных материалов, передач и интервью с депутатами. С моей точки зрения РТС достаточно правильно, достаточно вовремя освещает деятельность Верховного Совета, показывает его работу. Причем это есть тонкие нюансы, которые профессионалы могут показать доступно для каждого гражданина. По нашей оценке данными профессионалами является коллектив РТС. На конкурс заявились 15 представителей СМИ в четырех номинациях. «Избранные народом», «Откровенный разговор», «Доступно о главном» и «Четверть века на службе народа». Торжественная церемония награждения победителей пройдет в ближайшее время. Александр Климов, Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС.